Усилий, рывок и вес взят. Лимит наших возможностей, как никакое другое упражнение, проверяет жим штанги лёжа. Соревнования по одному из самых популярных видов тяжёлой атлетики прошли в Щёлковском физкультурно-оздоровительном комплексе. В этот раз турнир был посвящён 75-летию разгрома фашистских войск под Сталинградом. Отдавая дань мужества, стойкости, героизму советских солдат, офицеров и генералов, мы проводим, чтим их память и проводим открытый турнир городского поселения Щёлкова по жиму штанги лёжа. Успехов, отличных результатов на сегодняшнем спортивном мероприятии и позвольте открытый турнир городского поселения Щёлкова по жиму штанги лёжа, посвящённый 70-летию разгрома фашистских войск под Сталинградом, объявить открытым. Открытый турнир по жиму штанги лёжа проводится в Щёлковском районе более 10 лет и неизменно собирает множество фанатов силовых видов спорта. В этот раз к соревнованиям присоединились порядка 160 представителей спортклубов в поселении Щёлковского района и городского округа Лосино-Петровский. Игорь и Марина Шиновы, мастера спорта по жиму штанги лёжа, ставили рекорды всероссийского уровня. На этих соревнованиях помогали с квалифицированной оценкой успехов участников и также испытали на прочность собственные силы. Результат впечатляет. Марина взяла вес в 100 килограммов, её муж – 170. Мы впервые в городе Щёлково устраиваем такой большой крупный турнир. Вот в этом зале, в отличном зале, нам есть чем сравнивать. Выступали в Москве, в других городах, на Европе выступали. Зал у нас просто великолепный. В нашем Щёлковском районе этот спорт уже давно завоевал свою популярность. Проводится порядка 15 соревнований в различных клубах других городов Щёлковского района. Спортсмены Щёлковского района постоянно уезжают на турниры в другие города, в Москву. Суть жима штанги лёжа – максимальный вес и единичное усилие почти на пределе своих возможностей. Особой популярностью в последние годы такое упражнение пользуется и у прекрасной половины человечества. На соревнованиях можно было увидеть как совсем ещё юных девушек, младшей участницей было всего 15, так и женщин, которые занимаются силовыми видами спорта, не первый год. По словам опытных спортсменов, в жим штанги лёжа вид спорта достаточно безопасный, несмотря на кажущуюся брутальность, отлично подходит для молодёжи и женщин. Представительниц прекрасного пола в этих соревнованиях участвует порядка 50. Это удовольствие, но не все это понимают, это приносит удовольствие, без этого не можешь жить. Просто. Мне кажется, в любом возрасте можно преодолеть, если ты хочешь, всё. По итогам турнира первое место заняла команда из Лосино-Петровского, второе взял спортклуб «Физо» Свердловского поселения и на третьем оказались спортсмены из Фрянова.